Друзья, всем огромный привет! Как ваши дела? Как настроение? В предыдущем ролике я показывал небольшой обзор на вот такой вот станочек бренда Билмаш. Моделька у нас DPD 430 16 FWS. Он с вариатором, двигатель 1100 ватт. Ну а если вам будет интересно посмотреть обзорчик на этот станочек, то я оставлю ссылочку в описании под роликом. Можно посмотреть подробно, что же я там про него рассказывал и что он из себя представляет. Ну а сегодня мы сделаем небольшую настройку и несколько ништяков, которые можно не по назначению использовать в сверлении станок. Я думаю, может быть об этом вы не знали, а может быть и знали. Так что вам приятного просмотра. Досмотрите ролик до конца, заранее по лайкосу. Ну а я буду начинать. Поехали! Так, ну а что бы я настроил изначально на этом станке? Это рабочая плоскость. Так как большинство работ проходит под работой 90 градусов, сверления 90 градусов, нам нужно выставить соотношение, чтобы было 90 градусов. Каким способом мы это сделаем? Установили ровный стержень, опустили стол, берем угольничек, приставляем ровно на поверхность стола и смотрим. То есть у нас вот немножко есть завал. С этой стороны он лучше виден. То есть у нас немножко стол завален. Для этого нам нужно расслабить гайку. И теперь также выравниваем по угольничку. Подстукиваем, чтобы с двух сторон у нас было идеально ровно. Настраиваю немножко сам кругляк кривоватый. Возьмем другую трубочку, ставим поровнее. Вот уже другое дело. Все четко. И теперь затягиваем саму столешницу. Затянули, сделали контрольный замер. Конечно, если был бы проверочный, можно было бы более идеально настроить. Но я вот на свой взгляд настроил довольно-таки неплохо. Это желательно делать после каждого наклона стола. Как видите, у нас есть лазерный луч, но точка бьет не по центру. Он не настроен, он просто выставлен и все. Теперь его нужно поднастроить самому. Для этого возьмем маленькое сверлышко, вставляем его в патрон, затягиваем. Подняли рабочий стол, возьмем профильную трубу. Включаем станочек. И метем. Все сделали отметы по себе, просверлили, чтобы нам четко выставить. Для этого на лазерной головке раскручиваем винты. Расслабили, при помощи рук выставляем лазерные лучи. Я откручу и видно, что лазер ходит. Так же у нас другой. Делаем пересечение линий по центру. Выставили, проверяем, что у нас отверстие никуда не убежало. Все четко по центру. И затягиваем те четыре винта. Все, в принципе, теперь можно вставить. Вот давайте посмотрим. В другом месте. Все, как видим, четко. Все по центру. Настроили лазер, в общем. Больше, в принципе, настраивать здесь нечего. Ну, за исключением пружины. То есть, можно еще настроить саму пружину. Ну, она мне, в принципе, очень нравится. Я бы не стал ее больше, меньше делать. Настраивается она вот здесь. Здесь можно вот расслабить. Все это натянуть. Настроить. Ну, это каждый под свою руку. Мне вот как завода настроена, мне это очень устраивает. Так, ну, теперь какие ништячки мы можем на этом аппарате сделать, кроме сверления. В данном случае у меня МДФка. Кладем на рабочий стол. МДФ выставляем на какое нам расстояние нужно. Берем струбцинки и затягиваем с двух сторон. Теперь берем фрезу. Устанавливаем патрон. Столешницу приподнял, чтобы прямо у нас было... Заходила под фрезу. Включаем станок. Опускаем. Теперь нам можно зафиксировать. Опустили. Здесь вот зафиксировали. И получаем вот такой вот паз. То есть фрезер можно не использовать. Давайте попробуем кромочную фрезу установить. То есть легко можно обработать какую-то небольшую заготовочку с легкостью. А если возьмем пару шайбочек, одну из них обточим на гриндере. Возьмем болт на 12. В моем случае на 180 мм. Шайбочку и гайку. Берем с вами еще один болт с шайбой. Отмечаем сколько нам нужно отрезать. Примерно вот так. Болт я укоротил. Теперь оттачиваем под конус. Чтоб получилось примерно вот так. Установили конус на место и хорошенечко его затягиваем. Вот так вот. Желательно, чтоб максимально был по центру. В нашем случае практически идеально. Пожертвовал старым пировым сверлом на 22. Немножечко его подсрезал. И напильничком доработал. Берем с вами теперь какой-нибудь брусочек. Находим центр. Вставляем его в патрон. Желательно подсмазать силикончиком. И теперь выставляем по центру. И немножко подзажали. Благодаря тому, что мы можем зафиксировать, что у нас обратный отходил, можем вот так вот сделать, и у нас никуда не уйдет. То есть будет стоять на одном месте. Так, все, остановили. Проверяем выстрел на максимальную скорость. Все четко. Нашел сам дешевые резцы токарные. И пробуем. Сейчас я подниму на табло, чтобы посмотреть, насколько падают обороты. У нас обороты практически не падают. То есть мы грубо можем какую-нибудь заготовку обработать. Единственное, чтобы я бы у какого-то токаря заказал бы ровный шпинт. Здесь, чтобы с резьбой было внизу. Потому что немножко все-таки вот этот момент. А так, прикольно. Если нет токарного станка, по-быстрому можно что-то обточить. Так что оборотов хватает, даже токарных работ. Просто все это убрали, и получается обратно сверлили станок. Ну а мы с вами едем дальше. Ну и еще одна небольшая хитрость. Возьмем с вами коронку по металлу. Будь то по дереву, я просто нашел для себя подходящую. Возьмем кусочек от старого гриндера. Ну можно наждачной бумаги, в моем случае это сороковая. Берем суперклей. Ну и до фиксации пока малярным скотчем. Закреплю, чтобы высохло. Так, подсохло. Снимаем скотч. У нас получилась вот такая вот насадочка. Опять же, хорошо, что у нас есть регулировка. Мы можем с вами легко опустить и зафиксировать. Вот так. То есть мы зафиксировали в таком положении. То есть с легкостью можем обрабатывать различные деревяшки. То есть, как видите, с легкостью можно обработать. Друзья, ну а сделав вот такую вот защищу, делайте с подручным, что было. Это обрезок ясеня. Ламинат. Провязал отверстие. Вот так вот сделал. Была бы подлиннее, можно было бы лучше подлиннее сделать. Теперь мы можем это использовать вот таким вот образом. И немножко даже фугануть дощечку. То есть нам нужно выставить хотя бы миллиметр, чтобы выступал барабан за пределы доски. Сейчас зафиксируемся, все покажу. То есть мы вот здесь, с этой стороны, откуда подаем, у нас немножко зазор с выступом барабан. Здесь же у нас получается он заподлицо. С этой частью. Совсем другой результат. В разы уже лучше. Даже ступеньки практически нет. Ну, небольшая вот здесь вот в начале ступенечка есть. Но это можно делать заготовку чуть побольше, если нужно. Потом просто отрезать. Лишку. Это за счет вот этого начального. Ну, сейчас практически нет. Прикольно. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот небольшой выпуск полезных хитростей. Идеи реально рабочие. Все показал, все работает. То есть ничего такого сверхъестественного. Конечно, это не для сверлиного станка. Это просто, если мы захотим что-то сделать, то всегда можно схитрить и что-то придумать. И что-то сделать. Вот. Вам же хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня. Все ссылочки оставлю в описании. На станочек Белмаш. Оставлю ссылочку также в описании. Оставлю промокод ДЕЛАЙСАМ. Который дает 10% скидку на все оборудование бренда Белмаш. На сайте производителя. Все оставлю в ссылочке в описании под роликом. Так что переходим, смотрим. Вам же крепкого здоровья. Всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok